Девушки отдыхают Девушки отдыхают Меня зовут Анна. Я родилась в городе Родники Ивановской области. Учусь я сейчас в Ивановском государственном университете по направлению социология. Такую профессию я выбрала не случайно, потому что стараюсь максимально отдавать себе людям, общаться с людьми. По характеру я считаю себя открытым, дружелюбным человеком с чуточкой авантюризма. Я участвовала в конкурсах «Краса студенчества Иванова» и «Ивановская красавица-2016». Обычно за мной ухаживают очень много молодых людей, и я считаю, что у всех существуют равные шансы. И девушку нужно завоевывать. Мне кажется, что красивые ухаживания не обязательно должны состоять из дорогих материальных подарков. Достаточно сделать приятные путешествия, приятную прогулку. Завязать глаза и отвезти на другой конец земли. Меня зовут Тимур. Я проживаю в городе Алматы, Республика Казахстан. По образованию я программист. Веду небольшую предпринимательскую деятельность. Проживаю с родителями, как у нас принято. Добрая жизнь состоится из четырех составляющих. Первое – это, конечно, работа, тренировки. В свободное оставшееся время проводишь с семьей или с друзьями. И сон. Чего нового-то? В Россию собираю. Там девушка. Где ты там остановишься? Разберусь на месте. Не маленький мальчик. Ну да, парень взрослый. Езжай. Пожалуйста, потом не жаля, что это не сделала в свое время. Или не съездила, или не посмотрела. Не проявила интерес, чтобы не жалеть потом с возрастом. Поэтому если есть желание, езжай, конечно, съези. С Тимуром я познакомилась в соцсети ВКонтакте. Я в шутку написал. Давай прокачу тебя на воздушном шаре. Мне показалось оригинальным не сам подход этой фразы. И также, конечно, я мечтала покататься на воздушном шаре. Выяснилось, что у нас настолько много общего, касаемо любых сфер жизни, начиная от питания, заканчивая выбором друзей, информации. Нам обоим интересна астрология. Очень редко, когда мужчины интересуются гороскопами. По общению в соцсети можно понять основные качества человека, можно понять, как он будет действовать в какой-либо ситуации, но именно прочувствовать его, понять действительный образ мысли, образы поведения можно только увидеть, если увидеться в реальности. Какая Россия зелёная! Ёлки-палки, какие тут леса! Огромные, бесконечные леса! И столько земли, поля огромные, бесконечные! Привет! Здравствуй! Вот я и приехал. Я тебя как будто и знаю, но как будто и нет. На внешности я заметила кардинальную разницу. На фотографиях он похож такого медвежоночка. В реальной жизни он понравился мне больше, чем на фотографии. Когда вот Аня увидел и просто вот провалился вот в эту вот чистоту взгляда, вот искренность. Никогда подобных эмоций, просто уже не то, что-то никогда, давно этого не было. Шубот, бац, и а что вообще происходит? Где я? КОНЕЦ Иваново – самый молодой город Долотого кольца России. Наверное, уже слышал, Иваново – город невест. Вот этот вопрос самый очень интересный. Почему называется город невест? Все вот это говорят, говорят. Женское население преобладало, так как это развитие текстильной промышленности. Женщины приглашались в Иваново на текстильные фабрики. И окончательно бренд закрепился тогда, когда спел Андрей Миронов песню «Ну чем мы не пара». Я могу как раз показать тебе это видео. «На ночи не пара, ведь сердце болит, От песни до песни один перелет. А любви все твержу тебе за того, Но когда, но когда, вряд ли родить надоешь, Так и знай, я уеду, Живаго, Моего Новогорода невест». Я приготовила тебе сюрприз. Приехал человек из другого города, хотелось его чем-то удивить, Поэтому я считаю, что это было идеально. Помнишь, ты писал в шутку про полет на воздушном шаре, А про свидание на крыше я не пошутила? Я вообще про это забыл. Я врасплохе. Я не ожидал. Я даже, можно сказать, в шаре. Раньше девушки не делали тебе сюрприз? Нет. А ты часто страдаешь девушкам сюрприз? Я из такой страны, где девушки этим особо и не занимаются. В Казахстане принято, что мужчина все организовывает. Тимуру очень непривычно было попасть в такую ситуацию, Потому что он утратил контроль над происходящим. То есть он должен был следовать определенному сценарию, Который предписала, создала девушка. Как твои родители не знались к тому, что ты хочешь приехать в Россию? Или у вас не настолько близкие взаимоотношения? Родители. Я им сказал, что я поеду. Отец сказал, езжай. А мама? Можно выслушать маму, но не обязательно. Ну, у казахов так. Глава рода... Отец. Отец. И распоряжается, и думает, все, отец. Я просто в восторге от ее глаз. Смотришь в ее глаза, и... Вот... Чистый, искренний взгляд. И можно просто смотреть в глаза, и все вопросы отпадают, понимаете? Какими качествами, по-твоему, должна обладать девушка? Скажем так. Есть такое выражение замужем. Да? Я это слова... Замужняя и незамужняя женщина отличаются? Я это воспринимаю, что в первую очередь девушка, которая хочет стать моей женой, это пишется за-мужем, в моем понимании. Ну, не перед, и, может быть, иногда рядом, но ни в коем случае мне не навязывать свой вариант ответа на тот вопрос, который мы будем обсуждать. Поняла, о чем я говорю? Возможно. Аня, она просто юная. Ты понимаешь вот эту вот юность, ну... Как бы ожидал одного, а немножко другое. Я сейчас, к сожалению, столкнулся с таким явлением, что многим девушкам нужен не муж, что им нужен просто папочка, который бы о них там заботился, а сама она при этом о нем заботиться не хочет. Разница в возрасте есть. Я стараюсь об этом просто не думать, потому что мне кажется, что это начинает как-то вставать барьером, потому что я слишком как-то рассуждал через чур по-взрослому, что ли. У нас в стране принято, когда идешь знакомиться с родителями невесты, первым делом обсуждается колым. Это по-русски означает как выкуп. Я хочу жениться, потому что куда уже дальше тянуть? Оглянуться не успеешь, тебе будет 40, а у тебя даже нету наследника, ребенка. Ладно. Будет жена, не будет, это ладно вопрос, но хотя бы надо сына иметь. Брак должен строиться на основе общих интересов, общих тем для разговора, чтобы вам было интересно. Мне остался всего лишь один год, и если я не женись, то мне придется ехать в колхоз, выбирать там, какая вот мне попадется, и приводить ее домой, пускай сидит дома и хотя бы убирается, если уж я не найду лучший вариант. Я хочу, чтобы мой человек всегда понимал, что у меня всегда будут какие-то увлечения, либо поддерживал меня в них, либо чтобы у нас были схожие интересы, и мы могли постоянно проводить время на различных мастер-классах, повышать свои умения, навыки. А если самосвящий, пожалуйста, ну как бы зачем? Муж, он только тебя будет обременять. Если как-то жениться, зачем тогда? Просто вместе гулять, тусоваться, что ли? Зачем тогда нужна семья? Семья нужна для детей, ради детей, в первую очередь. Слушай вас. С ужином приехал из Казахстана. Так, открываем. Здравствуйте. 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 Вот я и приехал. Тимур. Ну ты представишь? Тимур, это мои родители. Мама Ирина Алексеевна и папа Андрей Станиславович. Очень приятно, Андрей Станиславович. Очень приятно. Бум знакомый, Тимур. Взаимно. Я очень пожелала знакомить родителей с Тимуром, потому что мои родители больше отрицательно относятся к людям другой национальности. У нас в России говорят, вот такой вот есть шуточный тост. Для пьянки есть такие поводы. Поминки, праздник, встреча, проводы, успех, награда, новый чин и просто пьянство. Без причин. Но у нас, я считаю, причина очень серьезная. Давай выпьем за знакомство. С этого и начнем. Тимур, угощайся. Суп домашний, рассольник. Стол был практически четко подобран на количество людей, которые будут за ним сидеть. То есть, сверх того, что надо, с запасом, как говорится, не то, чтобы не принято, но не готовят. Тимур, угощайся, угощайся. Сейчас все успеем, Андрей Станиславович. Не переживайте. Потому что я же все-таки не совсем кушать приехал к вам. Поскольку я здесь, мы здесь. И мы сейчас сидим за этим столом. Наверное, уже догадываетесь, к чему я веду наш разговор. Ну, не совсем. У нас в стране принято, когда идешь знакомиться с родителями невесты, первым делом обсуждается колым. Это по-русски означает, как выкуп. Понятно. Когда Тимур сказал фразу про колым, когда там хотя бы уже прозвучало слово колым, мама сразу сказала, так, так, стоп, давайте-ка сменим тему. Ань, давай помоги мне. Что может быть важнее того, что мы немножко выпьем по бокальчику вина, там, беседуем, и тут бац, упорка со стола, и он все-все, беседа закрыта, встает и убирается. Мы решаем всегда все вопросы вместе. Советуемся друг с другом. И всей семьей принимаем какое-то решение. А у вас как? У нас чаще всего решение принимает старший, кто старший отец. А мама, если может как-то дополнить это решение? Если бы твоя жена была против, ты бы мог привыкнуть что-то и советоваться с ее мнением. Ну, как жена будет против? Против же не может быть, правильно? Может быть, альтернативное решение. Я бывает против, бываю. И тогда он слушает мое мнение, и бывает, и чаще всего переходит на мою сторону. Женщина, которая зарабатывает, женщина, которая обладает образованием, безусловно, приобретает право голоса. И в этом смысле, по последним исследованиям, для российской семьи сюжет главы семьи уже не актуален. Главные решения принимаются совместно. Я всегда говорю своей супруге, говорю, ты всегда слушай меня. Я всегда говорю правильно. Но бывает, конечно, я прислушиваюсь и соглашаюсь. Он, грубо говоря, условно подкаблучник. Что жена скажет, а он делает вид, что это его решение. А ты почему не помогаешь? Позволь. Господи, чтобы в первую очередь мама сидела, а дочка бегала. Идем. Муж и жена начали убирать, а она деловая сидела и смотрела, как все это происходит. Ничего себе, как это так. Давай быстрее посуду убери, потом делай, что хочешь. Хочешь, в телефоне сиди, хочешь, еще чем-то занимайся. Ну и сейчас-то хватит спать. Потому что я когда вижу такое, мне кажется, что человек просто вот этот, в облаках где-то летает, понимаете, вот с этим проблемы небольшие. Ну, в Казахстане, как бы, вы глава, я гость. А остальное нас не касается. Это вот есть жена, есть дочка, вот пускай убирает. Ну, согласен. Тимур, с одной стороны, демонстрировал дружелюбие и позитив, с другой стороны, пытался отстаивать свои ценности. Вообще, современные межэтнические отношения во многом зиждятся на том, что мы вступаем в процесс переговоров относительно наших культурных отличий. И с этими отличиями мы должны как бы ими распорядиться, как с некоторым культурным капиталом, нашим достоинством. Потому что просто подарить их или раздарить, или отказаться, это значит отказаться от самих себя. Андрей Станиславович, очень приятно было с вами познакомиться. Это лучший сюрприз в моей жизни. Просто такая сильная любовь, ты еще не знаешь. Привет. 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 А это что там, друг твой? Это Тимур. Тимур, это мои друзья. Тимур приехал четыре дня назад. Что вы же здесь делали? Я показала Тимуру город, познакомила с родителями, теперь настало время вас. Ну а как же тогда продолжится ваша история? Если я смог приехать, я думаю, если любой человек захочет, он приедет. Было бы желание. Обстоятельства не всегда влияют. Но все зависит, самое главное, желание. Ладно? Наверное, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это такой конфронтационный очень жанр. Знаете, ребят, честно говоря, это была одна из моих, это, мечтал вот так вот разжечь костер, оказаться в лесу и просто вот шутки, шутками. Казаться неформальной постановкой. А что я могу сказать? Мне 32, а им по 20. Естественно, я смотрю на них и узнаю себя, когда мне было 20 лет просто. Девочка с глазами самого синего льда Тает под огнем пулемета Должен же растаять хоть кто-то Скоро рассвет Выхода нет Ключ поверни и полетели Ты лучший сюрприз в моей жизни? Не, не ожидала, что ты серьезно, правда? Вот ноги, а не на шар. Сейчас мы к ним подойдем. Для меня это было полной неожиданностью. Впечатление о Тимуре менялось каждый день. В Тимуре безумное количество положительных качеств. Это доброта, щедрость, внимательность, забота. Мне не понравилось излишнее крыльщество замечаний, мой адрес. Тимуру нужна покладистая женщина. Я бы не подошла, потому что постоянно высказывала свои точки зрения на каждый счет, постоянно с чем-то спорила, постоянно перетягивала канат на свою сторону. Потому что должны летать бабочки. Бабочки у нее полетели и все. Она очень быстро поняла, что это герой не ее романа. И при этом на протяжении всех этих дней она полностью соблюдала вот этот принцип гостеприимства. Она создавала для Тимура комфорт. Она согласилась на ту модель поведения, которую взял Тимур. Ведь речь не идет о какой-то всепоглощающей любви, страсти, которая просто сносит, как омок, крышу. Нет. Он хочет сконструировать свою семью. Он хочет выстроить отношения, которые отвечают его представлениям. А представлениям каким? Прежде всего, традиционным. О, объясняю себя. Я не говорю прощай. Я говорю до свидания. Пока-пока. Русские женщины очень хотят, чтобы мужчина был активным. И очень хотят, чтобы он взял на себя ответственность. Но при этом годами, исторически, русская женщина всегда чувствовала себя в какой-то степени независимой, свободной. Поэтому мужчина должен понимать, что если он будет полностью пытаться лишить женщину вот этого внутреннего ощущения, что она имеет на что-то право, такие отношения с меньшей вероятностью будут складываться. Я приехал, и я увидел мир Ани, где она живет и как она думает. Но это не единственный мир. Есть еще другой мир, в котором я живу, в городе Алмата. В Тимуре меня отталкивает то, что он считает, что мужчина должен быть главным, что последнее слово всегда должно быть за мужчиной. В России лидирующую роль все-таки занимает женщина. Да, и я не хочу выступать своему первенству. А это же Россия, Тимур, ну ты что хотел? Тимур, твоя Аня тебе пишет, нет? Тимур, твоя Аня тебе пишет, нет? Молодежь. Я тут недавно приятеля своего встретил. У него такая дочка хорошая. На телефон позвони Кассия. Ого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...